И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, и добро пожаловать во Францию на 50-й выпуск нашей карьеры. Вот такая вот у нас на этом этапе круглая дата, можно так сказать, потому что 50 выпусков по карьере уже выпущено. Вообще по F1 2019 выпущено уже около 70, так что, в принципе, соточку по карьере мы должны побить за этот год. И вообще по самой формуле должно быть около 150 выпусков. Ну, по крайней мере, я так планирую. И во Франции, как бы, у меня тупо нету темпа. Да, трасса, она прикольная, но я её просто ненавижу. И это показывает то, что я не вышла из первого сегмента, потому что вы видите полный круг, да. Тем более, кроме того, что я не вышла из первого сегмента, я ещё и занял позицию под номером 20. И это слишком мне напоминает Зетмера, потому что если я сейчас начну просто сливать всем в квалификации, а в гонке заезжать в очки, то это прям будет как-то, ну, смотреться, как будто я просто взял и на монтаже поменял фамилию Кухлевский на Тарабукин. Да, найс просто. Короче, ладно, едем дальше. Пока что везу две десятки, может, даже буду и не последним. Хотя, блин, я же вам сказала, что я уже 20-й, так что нет никакой интриги. Просто смотрим на этот ужаснейший круг вообще. Я не понимаю, вот первый, второй сектор, я там еду достаточно на уровне. А третий, это вот особенно вот этот поворот под цифркой 12. Как проходить эту фигню? Тем более, я ещё и тут ошибся на поребрике. И вообще, этот третий сектор такое полное... Ладно. Там ещё, кстати, была инфа, вроде, что трассу хотят немного перестроить. Если перестроят третий сектор и сделают там прямую, я только за. Да, потому что тогда будет интересней. Ладно. У нас Джовинация проходит дальше, он 14-й, а я 20-й. В двух десятках по 1-й, Макларна Ландмор, и также у нас вылетает Пересквятый, Ника Хюлькинберг. И вообще не понимаю, как прошёл дальше вообще Рикьярда. Как он вообще проходит дальше, я не понимаю. И раз уж я 20-й, я решил взять новую силовую установку. Терять нечего, будем как-то прорываться. Надеюсь, на крайней мере, на это. Ну, а по полной стартовой решётке у нас, во-первых, в левом верхнем углу надпись «Подождите», значит, надо что-то подождать. А на поле у нас Карлос Сайнс в своём Мерседесе. Дальше у нас в одной десятке подойдёт Лукас Вейбер симуляции. Почему-то я не заметил. Дальше у нас Джордж Рассел, Себастьян, Фиталия Льюис, Хэмилтон, Лэнстрол, Шарли Клер, Дэвен Баттлер, Макс Верстаппен и Кимми Райкенен замыкает его в десятку. И у Кимми Райкенена время быстрее, чем у Макса Верстаппена. А знаете, по чему? Потому что, да, вот как на это можно смотреть? Два Хаса в 19-20-й, потому что в 12-й взял штраф, я взял штраф, если я и так был в 20-й, то он, наверное, был около топ-десяточки. А скорее всего в самой, потому что у Кимми быстрее время, чем у Верстаппена. Короче, ладно, непонятно и ничего, тактика софт-медиум и погнали. Гастаги стартует Гран-при Франции, стартует, кстати, достаточно хорошо. Сразу подрубаю обогащенку, пытаюсь себе найти место, решаю ехать по внешней траектории. Там три в ряд, три в ряд, галочка. И я ноль позиций отыграла, да. Я молодец, потому что ноль позиций отыграна на старте, плюс еще был снос, из-за этого я даже немного подостал. Но дальше они все едут попарно, тем более эти повороты проезжают очень медленно. Я думал тут ехать третьим в ряд, но не решил, потому что все равно меня выпихнут, сломают крыло, развернут и все, и вонка слито. А так выходим напрямую, подрубаем все, что можно, и уже отлетает у нас Квят. У меня просто бешеная максималка, потому что крылья стоят 1-3. Это я помню, потому что ехал это в субботу, сейчас в воскресенье, я это монтирую. И уже прошел не как-то Хюлькенберг, а по внешней траектории. Думал как-то пройти Албана, но не решился. Решил резать поворот, чтобы в него не впилиться, из-за этого проехал даже медленнее и проиграл обратную бойцу Хюлькенбергу. Просто я гений. Тут с Халком был маленький контакт, никто ничего не сломал. И давайте все-таки уже посмотрим на повтор старта. Снова надпись «Подождите». Надо что-то подождать. Давайте ждать. Ждать, наверное, чудо, ждать силу земли. И ладно, не буду дальше шутить. У нас Карл Сэнс выигрывает старт, начинает немного уже отъезжать. А Джордж Рассел начинает бороться уже с Нукасом Вейбером. И проходит его, потому что Альфа будет побыстрее Вильямса. И позади там уже Льюис Хэмилтон с Тибиасианом Феттелем ведут борьбу. Так же, как и Лэн Строу с Шарлем Леклером. И Феттель обходит Льюиса. И это достаточно интересно. А позади у нас уже была борьба между Баттлером и Торро Роса Вальдри Боттса. Баттлер у нас, так же, как и Албон, стартнут на комплекте Медиума. И тут у нас еще один раз, три в ряд. Рэдбул, Макларен и Рейсинг Пойнт. Дэну не осталось места, он срезал, сбил столбик. И это просто грех какой-то у него, все. И так же Дэвен Баттлер начинает из-за Медиума проигрывать абсолютно все. Он никуда не едет на этом комплекте. Я, кстати, перед стартом тоже думал взять Медиум, но не решился, потому что это как-то было бы слишком медленно. И Баттлер, да, он пока что защищается как-то, но его уже приходит и Перес на хвосте уже у него. И Живинация, кстати, прорвается как-то пободрее меня. Обычно я прорваюсь лучше ботом. А тут Живинация как-то слишком бодро есть. Немного по хронологии переносимся назад. Немного ошибся, меня пробовал пройти Халк, но не получилось. Пока что заканчиваем первый круг на позиции под номером 17. Албон вообще начинает уже отставать от Живинации. Там борьба не на жизнь, а на смерти. И я уже ищу себе место. Живинация уже и Баттлера проходит. Выходит уже на 14 строчку, а я только 17. Слишком быстро Живинация вообще был на этом этапе. Мы еще посмотрим, какая у него позиция будет в итоге, но ладно. Прохожу по внешней траектории, потом уже по внутренней Албона. И когда я его проходил, он решил затормодить. И позади у него там начиналась борьба. Борьба у него была, даже три в ряд было. Из-за того, что он замедлился, там уже и Ланда Норрис, и Ника Хюлькенберг. Так его начинают ковать, Ланда Норрис блокирует покрышки. Пролетает всеми четырьмя колесами, поворот его срезает. Но все-таки проходит вообще Ника Хюлькенберга. И вообще это как-то было не очень, как-то честно. И штраф ему, кстати, не дали. Хотя, по идее, игра всегда дает штрафы, когда кто-то выезжает всеми четырьмя колесами за пределы трассы и потом возвращается. И, в принципе, времени не теряет. Ну, а мы продолжаем нашу гонку. Батлер очень медленный. Я выхожу напрямую, подрубаю все, что можно, и просто без ДРС к нему подлетаю, как какая-то ракета. Слепстрим очень хорошо тут работает. Один-три крылья тоже. И G-12 там уже начинает разбираться с Рикьярдо вообще. И Бересом. Вот вообще, G-12 какой-то бешеный. Он уже всех начинает проходить. Думаю, что он на Мерседесе Льюиса Хэмилтона, как в челлендже из Грязи князи. Франция у нас, кстати, уже будет на следующей неделе. И на этой неделе у нас будет Канада. У нас также еще в карьерке будет Австрия на этой неделе. А я уже прохожу Дэна Рикьярдо, а G-12 проходит Береса. Ой, он уже 12-й, пипец. И я тут уже думала, что сейчас пройду сразу двоих на торможении. Но прилетел поворот, и из-за этого прошел только Дэна, а Переса не смог. И дальше на шестом круге уже надо ехать на пистоп. Я не поехал, как обычно раньше, потому что комплект ехал и держался достаточно хорошо, кстати. Я только на шестом круге он начал немножко сдавать, но я держался в группе и не слишком-то много и терял. Так что комплект чувствовался реально нормально. А Перес пытался пройти G-12 перед заездом в боксы, но у него этого не получилось. И мы с Пересом сейчас поедем на пистоп, и G-12 будет еще один круг терпеть на этом комплекте. И скорее всего это... Он проиграет около секунды полторы, где-то так. Но есть такая вероятность того, что мы поводим в трафик. Перес вообще не видит белой линии, заезжает сквозь нее, наверное, в следующем сезоне за следующую команду. Я просто буду резать этот сез на пистоп и наплевательски к нему относиться. Мы задержали Red Bull, в том числе задержали и меня. Вы видите, появился зеленый, я отпустил сцепление и появился красный. Из-за этого я проиграл позицию Дэна Рикерда, но отыграл у Переса. Ничего я по позиции не отыграл, не проиграл, но как-то обидно все равно. Пересу вообще обидно, он проиграл две позиции, а Дэн две отыграл. Ему, наверное, классно сейчас, но я быстрее рейсил койнта, сбил, кстати, столбик, грех. И уже полетел за Дэном. И я его догнал просто за один сектор. Тут сейчас между нами больше секунды. И тут я просто к нему приблизился и получил DRS. И, конечно, сейчас буду его атаковать. Как я к нему быстро подъехал в этих поворотах, неизвестно. Полсекунды у него отыграл, но как-то ладно. Подрубил все, что можно и уже к нему быстро подъезжаю. Заливал я, кстати, на плюс полтора круга топлива. И этого, кстати, было достаточно, потому что я мог на каждой прямой юзать обогащенку и просто держаться в хорошем темпе. И двигатель, кстати, не перегревался. Прошел Дэн Рикерда и на этом же круге, на седьмом уже заезжают все те, кто еще не заехал с софта. Это у нас Квят, это у нас тот же Дживенадзе, Хюлькинберг. Но Дживенадзе выезжает впереди меня, причем с огромнейшим преимуществом. И да, у меня была задержка на пистопе, но у него был более изношенный комплект. Не знаю, как он на нем удержался. Дальше у нас Албан с Баттлером. С медиума перебываются на хард. Фантастика, класс, тактика, просто обожаю их. И Дживенадзе перед нами уже проходит Ботаса. И только на девятом круге я к ним подъехала и уже начинаю как-то с ними разбираться. С Дживенадзе получилось жестко. Он был всеми четырьмя колесами за пределами трассы, но я его прошел и вышел уже на двенадцатую строчку. Ботас на этом же круге уже будет пройден, скорее всего. Я не хотел его атаковать на старт-финишной прямой, подрубил, отрубил все, но он зачем-то сместился и сколько-то времени проиграл к впереди идущему Бьеру Гасли, который тоже едет на комплекте харда. Но все-таки в первом секторе я достаточно хорошо еду, от него не отстал и напрямую легко с ним разделываюсь и вообще ничего не замечаю. И Дживенадзе не выпал из моей зоны ДРС, тоже получил его, а Ботас просто начинает все сливать и Дживенадзе от меня особо не отстает напрямую, хоть у него скорее всего 6-6 крылья и это прям мега странно. Гасли уже вон передо мной в секунде и уже на этом же круге я его где-то буду стараться атаковать. И позади уже Ботас начинает терять позицию относительно Антонио Дживенадзе и он ее, да, теряет. Дживенадзе вообще, опять-таки, бешеный какой-то, едет в моем же темпе, а то и быстрее. И Ботас, кстати, очень классный искрит, очень так красиво это выглядит, потому что пасмурная породка и искры такие прям яркие. Ух, выглядит классно, выглядит хайпово. Ладно, догнал Гасли и это уже десятая позиция, это очки. С двадцатой на десятую я уже прорвался. Дживенадзе вообще ни капли не отстает и он уже атакует Гасли и уже выходит на одиннадцатую строчку. Ну, у них там понятна борьба, но, конечно же, он его пройдет, потому что Гасли гений тактики, переходит на комплект Харда. И позади у нас там сходит Ника Хюлькенмерк, но, в принципе, это очень важная информация. Ну, все-таки, давайте посмотрим, как он сошел. Но для начала посмотрим, как Дживенадзе разбирался с Гасли. И они ехали бок о бок, но, видимо, у нас намного больше максималка, потому что он даже создал себе задел, когда обогнал его. И Ника Хюлькенмерк, его сразу же проходит Албан и такой он решает, типа, да ну, все, жизнь закончена, меня прошел Алекс Албан, все, надо сходить. Ну и сошел, собственно говоря. И на 12-м круге я подъехал к связке Ферстаппен и Леклер. Да, и это уже борьба за 8-му строчку. И Шарль Леклер отлетает на стартфиничной прямой, потому что я уже вижу, как Ферстаппен начинает удирать, и мне нельзя ждать до прямой, потому что это уже последний круг. Больше времени нету. Прошел Шарль, вышел на позицию под номером 9 и отправился за Максом к Ферстаппенам. Но мое оставание было слишком велико, и я не получил ДРС, и из-за этого я его не смог нагнать. Да, в третьем секторе я к нему подъехал, но ничего и более. Леклер вообще проиграл позицию G19, G19 заехал в очки. И тут у меня один вопрос. Почему в квалификации мы едем хуже всех, а в гонке чуть ли не лучше многих? Просто нет слов. Это вот реальный Хас, только в реальной жизни, в 2019 году, хотя и сейчас еще этот ролик уходит в 2019 году, потому что он выходит 17 декабря, скоро уже, ну да, такая. Короче, ладно. Девятая позиция, и продолжим мысль про реальную Формулу-1. Там Хас у нас хорошо ехал в квалификациях, но сливался в гонках. Тут у нас просто противоположность полная, но как бы ладно. Побеждает у нас вообще Джордж Рассел, он переиграл Карлоса Сайнса. Третий у нас доезжает Лукас Веппер. И у нас нету на подиуме, кстати, Льюиса Хэмилтона. А напомню, там Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон ведут борьбу за чемпионский титул. После Монако я вообще думал, что Хэмилтона уже не догнать, но чувствую, что борьба возможна. Потому что Рассел уже какую гонку подряд выигрывает. И вообще, сколько у него уже побед в этом сезоне? Чуть, наверное, уже не больше Хэмилтона. И, скорее всего, Джордж Рассел реально поборется за чемпионский титул. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, как бы, ладно. У нас машина становится все лучше и лучше, только надо разобраться с квалификационным темпом. Но, скорее всего, это лично моя проблема, потому что Джувенадзе в квалификациях едет даже лучше меня. Но, по итогам гонки у нас четвертый Лэнстрол, только пятый Льюис Хэмилтон, дальше Себастьян, Медель Киммерайкин и Максер Саппин, и я девятый, и Антонио Джувенадзе десятый. Мы прорвались с последнего ряда на замыкающие позиции топ-десятки. И для нас это достаточно хорошо. Один сошедший Ника Хюлькенберг, никто больше, чем на минуту не отстал. И это интересно, это показывает то, что, в принципе, борьба у нас плотная. В принципе, все плотно идут в чемпионате по характеристикам. У всех равная скорость, особенно во второй группе. У нас есть топ-4, это Вильямс, Феррари, Альфа и Мерседес. И все остальные, и все остальные сейчас едут очень плотно. У нас два гения тактики, Албан и Батлер с Медиума на Харт переобуваться. Молодцы. И у нас также еще по контактам их очень-очень мало. В личном счете у нас Лукас Вейбер проходит Шарля, Леклера выходит на пятую строчку. Вокруг Феттеля все абсолютно меняются. Уже какую гонку? Вейбер с Леклером меняются местами, а Феттель все так же остается на шестой позиции. Это показывает то, что Феттель самый стабильный из них. И также еще мы с Живенадцать достаточно высоко в личном счете. Но и в командном зачете мы с уверенным отрывом лидируем над Рэдбулом в группе Б. Потому что сейчас в нашем чемпионате, в нашем сезоне, группа А это не 3, а 4 болида. И лучшая из остальных это пятая позиция в личном счете. И девятая позиция в гонке. И пятая позиция в Кубке Конструкторов в зачете команд. В соперничестве я пока что выигрываю Живенадцать с двумя очками преимущества. Соперника я забыл, к сожалению, себя выбрать перед этим этапом. Но на этом этапе у нас также еще и обсуждение контракта. Думал как-то себе получше выбить Берак. Лучше контракт себе сделать. И в принципе это получилось. Потому что ожидаемая позиция в квалификации у меня самая худшая из возможных. А на гонку у меня восьмая позиция. Средние командные цели. И только один Берг ниже третьего уровня. Это одновременная разработка. Потому что я не представляю как можно взять 4 обновления за один раз. При наших ресурсах. И решил, кстати, выбрать себе в сопернике Ферстапина. У нас 3 возможных обновления на отдел. Но этого хватит по горло. Потому что вряд ли я даже 3 возьму. Максимум, наверное, 2 где-то беру. Но только если у нас в разработке что-то находится. А на следующий этап, кстати, у нас приезжает обновление. Капитальное обновление мощности и ЕРС, по идее. Или капиталка у нас через этап. Я вот это, если честно, забыл. У нас вроде на следующий этап шасси приезжает. Да, вроде шасси у нас приезжает. И по идее надо что-то с этим делать. Потому что надо больше вкачивать машину. Тем более, когда я вкачаю аэродинамику. У нас можно будет каждую гонку чуть ли не ставить крылья. Не 1-3 минимум. И решил, кстати, еще взять экономию топлива. Так просто. И у вас, у нас как раз таки 3 улучшения на отдел по двигателю. И продолжу свою мысль. Если мы вкачаем полностью аэродинамику, то у нас просто каждую гонку 1-3 крылья. И мы имеем огромное, по крайней мере, я имею огромное преимущество над всеми на прямых. И в поворотах я буду терять не очень медленно. Не очень много. И надеюсь, что все у нас получится достаточно хорошо. Ну а на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.